Вот она, грустная цифра недели. Жертвами трагедии в Зимней Вишне стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Белорусы восприняли боль россиян как свою, почтили память погибших. Минуты молчания по всей стране, по поручению главы государства, были приспущены государственные флаги. И одновременно во многих городах в небо взмыли сотни белых воздушных шаров и синхронно раздались раскаты автосигналов. Так белорусы выражали свою солидарность с братским народом. Ведь именно в такие непростые, трагичные минуты как никогда важно чувствовать поддержку, твердое плечо. И все эти дни не иссякал людской поток к зданию российского посольства в Минске. Небезразличные горе у соседей белорусы несли цветы, игрушки, зажигали лампады. До слез трогали прохожих записки, в которых главная мысль Кемерова «Мы вместе». Трагедия, конечно, потрясла очень много кого. Очень тяжело говорить, правда. Мы все оскорбим. Это очень страшно, на самом деле. Для меня это, наверное, трагедия больше, чем для всех, потому что я сама житель Кемеровской области. Вы знаете, хочу выразить большую признательность вам, белорусам, за то, что вы поддерживаете нас в этом горе, за то, что люди не остались безучастными к этому горе. Очень много цветов. Я сняла это все в фотографии. Я покажу своим близким, своим друзьям. Я выложу кемеров. Че не обязательно увидят в том, что Беларусь нас поддерживает. Спасибо вам за поддержку. Вместе с россиянами и всем белорусским народом скорбила и семья главы белорусского государства. С цветами к российскому посольству пришли сыновья Александра Лукашенко, Виктор и Николай, старшие вместе с детьми, которые принесли с собой игрушки. Они также оставили записи в книге соболезнований. Семья Дмитрия Лукашенко отдала дань памяти погибшим в Москве. Вход в Александровский сад утопал в цветах. Вся Манежная площадь в эти дни стала народным мемориалом. Дмитрий Лукашенко вместе с супругой и дочерями возложили цветы, разделяя скорбь российского народа. Младшая дочь оставила игрушку. И в России, и в Беларуси выражали соболезнования и простые люди, и те, кто занимает важные государственные посты. Главное, что нас объединяет неравнодушие, да и просто жизнь. Мы сегодня в этом страшном горе вместе с россиянами. Мы скорбим. По поручению главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, сегодня в нашей стране приспущены лаги государственные, отменены развлекательные телепрограммы. Чувство передать просто невозможно. Об этом трудно говорить, об этом трудно молчать. Мы скорбим вместе с российским народом. Белорусский народ и российский народ – это самые дружественные люди. И в беде, и в радости мы вместе.